И слово для первого доклада предоставляется кандидату медицинских наук Лукояновой Ольге Леонидовне. Название ее следующее, вы видите на экране. Современные технологические концепции в создании детских молочных смесей. Ольга Леонидовна представляет научный центр здоровья детей Москва. Спасибо, Татьяна Дорна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я с большим удовольствием продолжу традицию наших уважаемых профессоров, замечательных лекторов и в своем выступлении также коснусь темы преимущественно возможности изучения грудного молока, для чего мы это делаем и также поговорим о технологических инновациях, которые предложены на сегодняшний день на нашем рынке. Как сегодня уже говорилось, технологические инновации создания детских смесей основаны на композиционной и функциональной имитации грудного молока и ни у кого уже не вызывает сомнений, что детская молочная смесь должна содержать не просто белки, жиры и углеводы, но и огромное количество ненутритивных компонентов. И когда мы говорим, что на сегодняшний день детские смеси находятся на вершине научных технологий, поскольку произведена модификация белкового, жирового, углеводного, витаминного компонентов, введены функционально активные вещества, тем не менее вот этот факт, он остается на сегодняшний день противоречивым, пока неразрешимым, но тем не менее это факт. Дети на грудном искусственном вскармливании растут все-таки и развиваются по-разному, потому что дети на искусственном вскармливании получают все-таки большее количество белка, чем дети на грудном, у них большее количество жира в организме к возрасту 6-12 месяцев, в то время как у детей на грудном вскармливании наоборот, в это время преобладает масса безжировой ткани. У этого ребенка, у такого малыша намного меньше развито чувство саморегуляции аппетитом и вообще процесса питания, поскольку в данном случае присутствует в большей степени материнский контроль. Почему же еще отличается развитие этих детей? Прежде всего, из-за наличия огромного количества особых компонентов грудного молока, которые играют очень интересные эпигенетические эффекты и в том числе отмечены различные реакции эндокринной системы ребенка именно на такое питание. Кроме того, ребенок, находящийся на грудном скармливании, получает питание, которое меняется не только в процессе одного кормления, но и в течение всей лактации. Поэтому совершенно очевидно, что вот это изменение грудного молока напрямую отражает и последовательно меняющиеся нутритивные потребности ребенка в пищевых веществах по мере созревания его иммунологических и физиологических функций. Очень много дискуссий по поводу того, как вводить, что вводить, в каком количестве и масса вопросов прежде всего по белку. Вопросов очень много. Посмотрите, какой большой диапазон утвержден различными международными европейскими комитетами по питанию. Но тем не менее, вопросы остаются. Все-таки, какие физиологические потребности, они у каждого ребенка разные. Тогда каким образом мы должны выработать рекомендуемые нормы потребления, какое все-таки количество белка, как он должен меняться в зависимости от возраста и должен ли в какую сторону и какой по качеству. Для этого, ну, казалось бы, все просто. Берем молоко и смотрим, что происходит в динамике. И сегодня уже было показано, что в динамике лактации уровень белка в грудном молоке постепенно снижается. Что в наших детских молочных смесях? Уровень белка в детских молочных смесях по мере взросления ребенка увеличивается. Почему это происходит? Ведь снижение уровня белка в грудном молоке в динамике лактации, вероятно, точно так же отражает, по всей видимости, и снижение в нем потребности у ребенка по мере его взросления. И очень простым способом калькуляции мы посчитали, сколько бы получал ребенок белка с детской молочной смесью с уровнем белка относительно невысоким. 13 грамм на литр. Но это практически минимальный уровень на сегодняшний день белка в детских молочных смесях у нас в рынке. Есть, правда, еще меньше. Тем не менее, посмотрите, если в возрасте одного месяца разница с потреблением белка у ребенка на грудном скармливании составит 16%, то вот уже в 4-6 месяцев, поскольку ребенок продолжает получать смесь с таким же уровнем белка, то уже избыток достигает 30-35%. А в чем же опасно это избыточное потребление белка? Но кроме того, что избыточный белок увеличивает в крови уровень аминокислот с разветвленной цепью, которые повышают уровень инсулина в крови и приводят к развитию инсулинорезистентности, Кроме того, последними исследованиями показано, что избыточный белок активирует целый комплекс сигнальных молекул белков, которые контролируют пролиферацию клеток в зависимости от поступления тех или иных нутриентов. Этот комплекс МТОР призван контролировать, ощущать достаточность или дефицит отдельных нутриентов и реагировать на это либо пролиферацией, либо торможением этой пролиферации. Так вот, избыточный белок активирует, он вызывает гиперпродукцию МТОР, которая приводит к гипертрофическому росту адипоцитов и в свою очередь появляется риск развития избыточной массы у ребенка, получающих такой тип питания. Исследования показали, что мы можем идти дальше в сторону снижения уровня белка. И вот посмотрите, данные по смеси с уровнем 12,7, даже есть исследования по 11 грамм на литр, смеси ребенок, получающий такое питание, может адекватно развиваться. Он получает оптимальный уровень развития, характерный для такового детей в этом возрасте у него, адекватные биохимические параметры. И даже такое питание абсолютно рекомендуется для детей, матери которых страдают избыточной массой тела, соответственно, у них может быть генетическая предрасположенность. Поэтому большой нутритивный и физиологический смысл имело бы продолжить направление в сторону дифференцировки смесей по возрастам. Об этом сегодня уже говорила Татьяна Эдуардовна, когда вот эта мысль о том, что возможно нужно более детальное, более дробное, более дробный уровень белка в наших детских молочных смесях, где детей лишены грудного молока, требует безусловно изучения. Но тем не менее, вот это предложение о том, что возможно смеси для детей 0,3, 3,6, 6,12 месяцев с постепенным снижением в них уровня белка от 1,3 до 1,1, по мере взросления ребенка, по всей видимости, имеет абсолютную биологическую целесообразность, физиологическую необходимость. Но мы должны понимать, что снижать вроде бы очень просто, взяли и снизили. На самом деле это колоссальный труд, огромные технологические трудности, потому что такое содержание белка может быть адекватно только при условии его высокого качества. Вот над этим еще придется очень поработать, в частности обогатить смесью, к примеру, альфа-лактальбумином, но есть и другие технологии по повышению качества вот такого белка. Что касается жира, тоже вроде бы хорошо изучено. Знаем, что жир состоит на 98% из 3 глицеридов. Огромное количество в смеси содержится, в жире грудного молока содержится как насыщенных, так и ненасыщенных жирных кислот. Есть холестерин, есть большое количество комплексных липидов, хорошо изучена мембрана жировой глобулы молока, которая также, несмотря на жироподобных соединений в ней меньше. В основном это белок, на 60% это мембранный белок и 30% это минорные жироподобные соединения, о которых я вам говорила, это холестерин и комплексные липиды, свойства которых изучены. Почему же так их пристально изучают? Посмотрите, опять же в этом есть очевидная биологическая предпосылка. Посмотрите, как много холестерина в молозиве, в зрелом грудном молоке в два раза меньше, его практически нет в детских смесях и тем более в соевых смесях. Хорошо изучены свойства холестерина, он играет ключевое значение для нормального функционирования всего организма, так как входит в состав мембран, участвует в синтезе половых гормонов, служит основой для образования желчных кислот, важен для метаболизма жиростворимых витаминов и участвует в формировании иммунитета. Также неопровержимые факты говорят нам об уникальной биологической роли холестерина не только в ближайший период на период поступления ребенка этого питания, но и в отдаленные периоды жизни. Так, раннее поступление холестерина оказывает регулирующее действие на его обмен в зрелом возрасте. Высокое потребление холестерина в раннем возрасте ассоциируется с низким его уровнем в крови у взрослых. И выдвинуто и подтверждена концепция важной роли высокого уровня холестерина в раннем возрасте для становления эффективных систем его метаболизации в последующие периоды жизни. Изучены свойства комплексных липидов, которые входят в мембрану жировой глобулы молока. Помимо того, что они входят в состав вообще клеточных мембран всех клеток человека, они и защищают целостность кишечного барьера, снижают риск ротовирусной инфекции, эффективны в отношении диарейных заболеваний у детей, снижают уровень поступающего холестерина и экзогена и играют важную роль в развитии головного мозга. Поэтому вопрос, который мы задавали себе еще год назад, так нужен ли молочный жир в детских смесях, да или нет, на сегодняшний день, похоже, уже разрешается. И когда мы спрашиваем, почему же наш ребенок, получающий грудное молоко, получающий огромное количество холестерина, насыщенных жирных кислот, растет и процветает, и более того, является моделью для создания каких-то биохимических норм, показателей физического развития, почему же тогда детская молочная смесь не должна содержать этих уникальных компонентов молочного жира? Ведь при производстве молочных смесей жировой компонент отбрасывается в большинстве случаев на сегодняшний день и заменяется на растительные жиры. И известный профессор Мэри Фьютрелл сказала в своей публикации о том, что не это ли феномен так называемого случая выплескивания ребенка с водой, и не отбрасываем ли мы второстепенно, лишая себя, возможно, чего-то главного. Поэтому на сегодняшний день все-таки очевидно, что обогащение детских смесей молочным жиром или отдельными структурными компонентами является очень перспективным направлением, прежде всего, с целью сокращения разрыва в развитии детей на грудном и искусственном скармливании. Очень важный аспект изучения биологически активных компонентов грудного молока, опять же, с целью их возможного воспроизведения и введения в детские молочные смеси. Для этого опять вернемся к белкам женского молока. Посмотрите, какие интересные данные. Все-таки не все белки женского молока выполняют нутритивную роль. То есть не все они пищевые, не все они выполняют роль только питания. Только 62 до 80% по данным разных авторов – это метаболизируемый белок. Почти треть белка в грудном молоке – это не метаболизируемые белки. Это важные активные белки, такие как лизоцин, лактоферин и секреторный иммуноглобулин А. Поэтому, безусловно, исследования идут в направлении возможности их воспроизведения, возможности их синтеза в лабораторных условиях и введения в детскую молочную смесь. Опять же, биологическая целесообразность заключается в том, что, например, белка лактоферина очень много в грудном молоке и практически следы в коровьем молоке. А в молозиве его в десятки раз больше, чем, например, в молозиве коровьем молока. Эффекты совершенно уникальны этого полифункционального белка. Об этом сегодня уже говорила Татьяна Эдуардовна. Поэтому я сразу вам скажу, что есть уже технологии по введению пока еще бычьего лактоферина в детской молочной смеси. Вот посмотрите, в 2007 году они использованы были в составе смеси на территории Японии. В 2012 году уже этот компонент был разрешен для введения в смеси в Европе. В 2010 году впервые рекомбинантный уже человеческий лактоферин, то есть с воспроизводством функции человеческого лактоферина, был получен из риса. И вот уникальная технология авторства, которая принадлежит Институту биологии и гена, была осуществлена в Российской Федерации, когда был произведен рекомбинантный человеческий лактоферин из молока костпродуцентов, и которая является основой для создания пищевой добавки в детском питании. Ну, за этом, безусловно, будет будущее. И, как говорила Татьяна Дуаровна, сейчас они проходят этап регистрации в Институте питания. Буквально одно слово про олигосахариды грудного молока. Воспроизвести их очень сложно, невозможно, по всей видимости. Но, тем не менее, вот этот слайд показывает все многообразие роли олигосахаридов грудного молока для развития детского организма. Выделено на сегодняшний день более 900 видов, и это, скорее всего, не предел. Но, так вот, именно вот и это разнообразие, и уникальность структуры олигосахаридов грудного молока являются серьезнейшим барьером для научного изучения и синтеза лабораторных условий. И, тем не менее, мы имеем на сегодняшний день на рынке уже коммерчески доступные рекомбинантные олигосахариды грудного молока, которые получены методом генной инженерии с помощью штамма кишечной палочки с измененным геномом. То есть в бактерию внедряется ген, кодирующий синтез олигосахаридов человека, и мы получаем олигосахариды, очень похожие по своей структуре с олигосахаридами человека. Эти олигосахариды рекомбинантные продемонстрировали выраженное подавление адгезии синей гнойной палочки буквально вот в этом исследовании. И также появляются публикации о том, что они являются и прекрасными иммуномодуляторами. Что еще? Сиаловые кислоты тоже обнаружены в огромном количестве в грудном молоке. Посмотрите, как много их в молозиве, и практически нет в детской молочной смеси. Но источником сиаловой кислоты являются олигосахариды грудного молока. Их много. Функция их изучена. И они играют ключевую роль в развитии головного мозга и являются строительным компонентом для ганглиозидов, располагающихся на поверхности нейронов головного мозга. И у нас уже есть на сегодняшний день в Латинской Америке примеры таких смесей, которые содержат сиаловые кислоты. Еще один очень интересный компонент, который находится в грудном молоке, но, к сожалению, разрушается при пастеризации, который отличается от желудочной липазы, от кишечной липазы. Это совершенно нечто уникальное, которое продуцируется только клетками молочной железы. Это липаза грудного молока. Липаза, стимулируемая солями желчных кислот. Би-ССЛ. Облегчает переваривание и абсорбцию пищевого жира. Она отсутствует в коровье молоке, то есть совершенно уникальный феномен, характерен только для человеческого молока. Почему-то клетки молочной железы коровы не продуцируют этот фермент. Есть очень интересные исследования по изучению свойств рекомбинантной липазы, то есть метод генной инженерии. Она уже создана в лабораторных условиях, и уже появились исследования о ее функциональной активности по введению в детские смеси для недоношенных. И было показано, насколько улучшает она усвоение жира из детской молочной смеси и приводит к значимому повышению скорости роста у недоношенных детей и улучшению абсорбции полиненасыщенных жирных кислот. И следующий компонент, который, в общем-то, и компонентов назвать нельзя, но тем не менее, как своего рода технологический аспект, который изучается. Это введение в смесь буквально молозива коровьего молока. Почему? Ну вот на этом слайде отражено, насколько много в молозиве синие столбики функционально активных компонентов. Именно в молозиве. Ну, для чего производители пытаются осуществить именно вот этот технологический момент? Я думаю, что благодаря вот именно вот этим компонентам, благодаря огромному содержанию в молозиве моноглобулинов, лактоферина, хоть его и значимо меньше, чем в грудном молоке, но тем не менее, в молозиве его очень представительное количество, и факторы роста. Вот благодаря этим трем компонентам молозива коровьего молока также вводится в состав детских молочных смесей, которые представлены в Китае, Австралии, в Новой Зеландии и в Малайзии. То есть есть такие примеры. И в заключение я хотела бы привести слова Бертольда Калецка, которые сегодня уже звучали, но они, безусловно, отражают вот самую суть вот всех этих попыток по имитации, то есть схожесть состава смеси с составом грудного молока, безусловно, не является адекватным показателем полноценности состава продукта и его безопасности для детей. И вот эта концепция единственного компонента, когда мы изучаем какой-то один компонент, зачастую не удается демонстрировать свойства этого компонента, ожидаемый эффект не удается демонстрировать, не отделив его от влияния других компонентов. Поэтому несостоятельность этой концепции, невозможность воспроизвести в формуле изменчивость состава грудного молока, воспроизвести все уникальные взаимодействия между компонентами грудного молока побуждает к поиску новых подходов в направлении оптимизации детских молочных смесей. Спасибо большое за внимание.